всем добрый вечер у нас в эфире лукоморье и у нас с вами вторая сказка этого цикла и мы с вами начинаем сегодня страшную сказку как я и обещала я не думаю что она будет такая уж страшная но тем не менее я думаю что она полезная напоминаю вам всем кто может быть здесь первый раз или кто был в прошлый раз что эти две сказки первая сказка была в прошлый раз она была красные башмачки а сегодня у нас будет другая сказка мы с вами работаем по книге бегущая с волками кларисы пинколы эстас я думаю что может быть многие из вас после этих занятий эту книгу купит потому что она страшно полезная да но нам с вами очень важно просто напитаться этими сказками просто напитаться этими сказками ну и давайте у нас сегодня еще сейчас есть семь минут в гостях у сказки правда и мы с вами чуть-чуть чуть-чуть поговорим про ту как у вас дела как вам после прошлой сказки как вы себя чувствовали и как вы вообще было ли для вас это полезно интересно может быть кто-то смотрел в записи вот расскажите мне пожалуйста про это потому что в прошлый раз у нас была сказка такая не страшная сказка красные башмачки очень поучительная так все секундочку я отключу телефон вот и давайте про это поговорим чуть-чуть да как вам было ли полезно было ли интересно те кто подходит сегодня слушать страшную сказку приходите садитесь сейчас секундочку я возьму бегущую с волками чтобы вам показать еще раз повторюсь да мы с вами вот так как немножечко света вот он она эта книжка смотрите как она прекрасная эта книга которая привезла когда переехала в барселон просто в своей сумке потому что я без нее конечно совершенно не работаю и она важная вот она есть на всех языках мира она выдержала огромное количество переизданий она питает она раскладывает очень многие вещи да на понятные языки и так далее хорошо ну красные башмачки одна из самых жутких сказок это правда страшновато пусть такой не страшный слушать страшную да ладно это было не хотят они называется страшной хину она во всяком случае не имеет признаков такого хурора вот вот поэтому да могу вам сказать что сегодня подтягивайтесь у нас прошлый раз было 214 человек а вот знаете вот бы голос такой в голове который бы так комментировал текущую моя жизнь иногда это бывает голос психотерапевта во всяком случае у меня голос моего психотерапевта звучит даже между сеансами когда я думаю чтобы она сказала вот ну или голос какого-то значимого для нас человека работ а сны вам стали снится здорово здорово чуть-чуть про это мне расскажите пожалуйста я очень скучаю по этой своей работе про сновидения прямо очень потому что по сновидениям по женским по моим диплом и это была очень любопытная работа я бы хотела наверное что-то с этим тоже делать но у нас будут сновидения у нас будет три занятия три вебинара по сновидениям один в июне другой в июле 3 августе и в июне будет еще дату я не выбрала скорее всего это будет где-то 18 или 27 июня который будет называться у нас был дом падения погоня а это будет поезд лестница змея вот как называется следующее хорошо я рада я рада смотрите да вот у нас соответственно говорит наше с вами мне очень нравится выражение юнга когда он сказал что сон сновидения это тот язык который которым наша душа разговаривает с нами которым наша душа разговаривает с нами и вот мне кажется что сказка да вообще любая история притчи например но здесь мне больше нравится конечно про сказки потому что сказки это невероятного невероятной глубины символические уровня невероятные глубины символические уровни это очень важно конечно а вот поняла поняла добрый вечер проходите друзья садитесь да забирайтесь под одеяло мне сегодня принесли утяжеленное одеяло я хочу сказать что это бесконечно хорошая штука да потому что под ним конечно очень славно слушать сказки вообще спать хорошо да поэтому грушу от предначертанности знаете дина а я хочу сказать что к ужасу да очень многих из нас никакой предначертанности в основном нету да есть есть выборы которые сделала когда-то наша семья который мы привыкли и который мы не пересматривали но наше поколение это такой поворачиватель прохода до когда поворачиватель рода когда мы разворачиваем вот этот большой корабль в какую-то совсем другую сторону прямо вижу это повсеместно мы совсем по-другому живем чем наши родители и собираемся судя по всему по-другому жить да слушайте в теплом свитере с чаем с вареньем конечно конечно здравствуйте ли да очень рада всех видеть кого вижу да снилось что избивая собственную маму я думаю что алл это наверное история про то что может быть а стоит обратить внимание на гнев мы сегодня с вами туда нырнем на самом деле давайте чуть-чуть вам порассказывают 21 10 как я уже говорила мы с вами работаем в коллективном бессознательном да вот когда фрейд считается основоположником психологии да и фрейду приписывают историю про сублимацию про либидо про сексуальное влечение которым как бы руководствуется человек да в разных разных своих аспектах жизни но на самом деле до заслуга фрейда как ученого здрасте она скорее в том и прежде всего в том что он сказал огромной роли бессознательного он сказал что нами руководит не только сознание но и бессознательное а юнг который сначала было его учеником потом стал его оппонентом он сказал что бессознательное бывает коллективным и мы с вами находимся сейчас если представить себе психологию как страну да то мы с вами находимся в этой стране коллективного бессознательного на архетипического бессознательного значит суть этого учения до этой гипотезы а юнг доказывал ее всю жизнь тем что он собирал сновидения как раз заключается в том что любому человеку на земле будь тут и не знаю там банкир из орка или какой-нибудь там дикарь племени мумба юмба снятся примерно одинаковые сны и в не только в снах но и в сказках но и в легендах ну и в мифах всегда фигурируют одни и те же фигуры отцовская фигура материнская фигура фигуры злые фигуры добрые фигуры могущественные фигуры побеждаемые да вот это вот очень интересная история которую конечно можно читать бесконечно вот и собственно говоря та книга по которой мы с вами работаем еще раз да покажу ее бегущая с волками это конечно же юнгьянская история это она называется женский архетип в мифах и сказаниях это про коллективное бессознательное про значит даму которая сейчас до сих пор жива и даже читает лекции насколько я знаю и она собирала сюжеты в которых главными героями главными героинями их являются женщины собирала на их по всему миру и соответственно заключила вот в эту книгу до которую можно читать читать ее не просто читать ее можно с любого места и первый раз я читала целый год сейчас я уже читаю ее без слез раньше плакала она целительная вот и мы сегодня с вами поговорим вот о чем да мы сегодня с вами берем одну из самых популярных сказок только извините пожалуйста я забыла как там открыть террасу до сша чтобы они нас не отвлекать и сейчас я его открою так котами с моими не забываешь вот и соответственно мы сегодня с вами возьмем сказку которую вы все прекрасно знаете и еще раз подчеркну да что он нет нет это мои коты да у меня я уже научилась определять как с какой в какой тональности они просят открыть дверь в какой тональности они просят еду вот я вам читать буду сказку я вам сегодня сказку буду читать и я рассчитываю на то что многие из вас под него заснут да это будет наверное хорошо и не страшно потом вы получите записи все послушаете сказка это василиса прекрасная или василиса премудрая бабу ягу как я и обещала вот но я взяла текст не у эстас хотя он у нее есть самым первым да я взяла афанасьева вот и в общем и целом поэтому да я вам сейчас буду читать эту сказку значит чего я затеяла про юнга говорить сегодняшняя сказка про женский архетип женский архетип да вот в его таком классическом варианте он включает в себя много всяких под типов и в том числе его наверное база да это добрая добрая и злая великие матери да это архетип великой матери которая очень непроста и многому нас учит когда я работаю в своей группе про маму мы говорим именно о том что очень многие черты которые они как раз архетипические которые мы приписываем реальной женщине да реально существующей женщине существующей женщине пытаясь увидеть в ней а такую вот идеальную материнскую фигуру но сегодня в сказке вы увидите что на женская фигура а это очень сложно составная такая фигура да очень сложно составной персонаж который бывает в том числе и страшно в том числе и страшно поэтому давайте мы с вами сейчас располагайтесь поудобнее вам ничего делать сейчас не надо и никакие вопросы отвечать не надо и в общем и целом будем просто слушать в некотором царстве жил был купец двенадцать лет жил он супружестве и пришел только одну дочь василису прекрасную когда мать скончалась девочки было восемь лет когда мать скончалась девочке было восемь лет слушай василисушка помни и исполни последние мои слова я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу береги ее всегда при себе и никому не показывай а когда приключится тебе какое горе дай ей поесть и спроси у нее совета покушает она и скажет тебе чем помочь несчастью затем мать поцеловала дочку и померла после смерти жены купец потужил как следовало а потом стал думать как бы опять жениться он был человек хороший за невестами дела не стало но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка она была уже в летах имела своих двух дочерей почти однолеток василисе стало быть и хозяйка и мать опытная купец женился на вдовушке но обманулся и не нашел в ней доброй матери для своей василисы василиса была первой на все село красавица мачеха и сестры завидовали ее красоте мучили ее всевозможными работами чтоб она от трудов похудела а от ветра и солнца почернела совсем житья не было василиса все переносила безропотно и с каждым днем все хорошело и полнело а между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости несмотря на то что они всегда сидели сложа руки как барыни как же это так делалось василисе помогала ее куколка без этого где бы девочки сладить со всей работой зато василиса сама бывала не съест а уж куколке оставит самый лакомый кусочек и вечером как все улягутся она запрется в чуланчике где жила и почует ее приговаривая на куколка покушай моего горя послушай живу я в доме у батюшки не вижу себе никакой радости злая мачеха гонит меня с белого света научи ты меня как мне быть и жить и что делать куколка покушает да потом и дает ей советы и утешает в горе а на утро всякую работу справляют за василису та только отдыхает в холодочке да рвет цветочки а у нее ж и гряды выплаты и капуста полита и вода наношена и печь вытоплена куколка еще укажет василисе и травку от загару хорошо было жить ей с куколкой прошло несколько лет Василиса выросла и стала невестой все женихи в городе присватываются к василисе на мачехи на дочерей никто и не посмотрит мачеха злится пуще прежнего и всем женихам отвечает не выдам меньшой прежде старших а проводя женихов побоями вымещает зло на василисе вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время по торговым делам мачеха и перешла на житье в другой дом а возле этого дома был дремучий лес а в лесу на поляне стояла избушка а в избушке жила баба яга никого она к себе не подпускала и ела людей как цыплят перебравшись на новоселье купчиха то и дело посылала за чем-нибудь в лес ненавистную ей Василису но это завсегда возвращалась домой благополучно куколка указывала ей дорогу и не подпускала к избушке бабы яги пришла осень мачеха раздала всем трем девушкам вечерние работы одну заставила кружева плести другую чулки вязать а Василису прясть и всем по урокам погасила огонь во всем доме оставила только одну свечу там где работали девушки и сама легла спать девушки работали вот нагорела на свечке одна из мачехиных дочерей взяла щипцы чтобы поправить светильню да вместо того по приказу матери как будто нечаянно и потушила свечку что теперь нам делать говорили девушки огня нет в целом доме а уроки наши не кончены надо сбегать за огнем к бабе яге мне от булавок светло сказала та что плела кружева и я не пойду сказала та что вязала чулок мне от спиц светло тебе за огнем идти закричали обе ступай к бабе яге и вытолкали Василису из горницы Василиса пошла в свой чуланчик поставила перед куклой приготовленный ужин и сказала на куколка покушай до моего горя послушай меня посылают за огнем к бабе яге баба яга съест меня куколка поела и глаза ее заблестели как две свечки не бойся не бойся василисушка сказала она ступай куда посылают только меня держи всегда при себе при мне ничего не станется с тобой баба яге Василиса собралась положила куколку свою в карман и перекрестившись пошла в дремучий лес идет она и дрожит вдруг скачет мимо ее всадник сам белый одет в белом конь под ним белый и сбруя на коне белое на дворе стала расцветать идет она дальше как скачет другой всадник сам красный одет в красном и на красном коне стало всходить солнце Василиса прошла всю ночь и весь день только к следующему вечеру вышла на полянку где стояла избушка египабы забор вокруг избы из человечьих костей на заборе торчат черепа людские с глазами вместо дверей у ворот ноги человечьи вместо запоров руки вместо замка рот с острыми зубами Василиса обомлела от ужаса и стала как вкопанная вдруг едет опять всадник сам черный одет во всем черном и на черном коне подскакал к воротам баба яги и исчез как сквозь землю провалился настала ночь но темнота продолжалась недолго у всех черепов на заборе засветились глаза и на всей поляне стало светло как среди дня Василиса дрожала со страху но не зная куда бежать оставалась на месте скоро послышался в лесу страшный шум деревья трещали сухие листья хрустели выехала из дому из лесу баба яга в ступе едет пестом погоняет по мелом след заметает подъехала к воротам остановилась и обнюхав вокруг себя закричала фу-фу русским духом пахнет кто здесь Василиса подошла к старухе со страхом и низко поклоняясь сказала это я бабушка мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе хорошо сказала яга баба знаю я их поживи ты наперед да поработай у меня тогда и дам тебе огня а коли нет так я тебя съем потом обратилась к воротам и вскрикнула эй запоры мои крепкие отомкнитесь ворота мои широкие отворитесь ворота отворилась и баба яга въехала посвистывая за нее вошла Василиса а потом опять все заперлось войдя в горницу баба яга растянулась и говорит Василисе подавай-ка сюда что там есть в печи я есть хочу Василиса зажгла лучину от тех черепов что на заборе и начала таскать из печки да подавать яге к ушине а к ушине настряпано было человек на десять из погреба принесла она квасу меду пиво и вина все съела все выпила старуха Василисе оставила только щец немножко краюшка у хлеба да кусочек поросятины стала яга баба спать ложиться и говорит когда я завтра уеду ты смотри двор вычисти избу вымите от тебя состряпой белье приготовь да поди в закром возьми четверть пшеницы и очисти ее от чернушки да чтоб все было сделано а не то съем тебя после такого наказу баба яга захрапела а Василиса поставила старухи на обедке перед куклою залилась слезами и говорила на куколка покушай моего горя послушай тяжелую дала мне яга баба работу и грозится съесть меня а коля всего не исполни помоги мне кукла ответила не бойся Василиса прекрасная поужинай помолись да спать ложись утро мудренее вечера ранешенько проснулась Василиса а баба яга уже встала выглянула в окно у черепов глаза потухают вот мелькнул белый всадник и совсем рассвело баба яга вышла во двор свистнула перед ней явилась ступа с пистом и помелом пробелькнул красный всадник взошло солнце баба яга села в ступу и выехала со двора пистом погоняет помелом след заметает осталась Василиса одна осмотрела дом баба яги подивилась изобилию во всем и остановилась в раздумье за какую работу ей прежде всего приняться глядит а вся работа уже сделана куколка выбирала из пшеницы последние зерна чернушки ах ты избавительница моя сказала Василиса куколке ты от беды меня спасла тебе осталось только обед состряпать отвечала куколка влезая в карман Василисы состряпай с богом да и отдыхай на здоровье к вечеру Василиса собрала на стол и ждет бабу ягу начало смеркаться мелькнул за воротами черный всадник и совсем стемнело только светились глаза у черепов затрещали деревья захрустели листья едет баба яга Василиса встретила ее все ли сделано спрашивает яга изволь посмотреть сама бабушка молвила Василиса баба яга все осмотрела подосадовала что не на что рассердиться и сказала ну хорошо потом крикнула верные мои слуги сердечные други смелите мою пшеницу явились три пары рук схватили пшеницу и унесли вон из глаз баба яга наелась стала ложиться спать и опять дала приказ Василисе завтра сделай ты тоже что и нынче да сверх того возьми за крома маг да очисти его от земли под зернышку видишь кто-то по злобе земли в него намешал сказала старуха повернулась к стене и захрапела а Василиса принялась кормить свою куколку куколка поела и сказала ей по вчерашнему молись богу ложись спать утро вечером утреннее все будет сделано Василисушка на утро баба яга опять уехала в ступе со двора а Василиса с куколкой всю работу тотчас исправили старуха воротилась оглядела все и крикнула верные мои слуги сердечные други выжмите из маку масло явились три пары рук схватили мак и унесли из глаз баба яга села обедать она ест а Василиса стоит молча что ж ты ничего не говоришь со мною сказала баба яга стоишь как немая не смело отвечает Василиса а если позволишь то мне хотелось бы спросить у тебя кое о чем спрашивай только не всякий вопрос к добру ведет много будешь знать скоро состаришься я хочу спросить тебя бабушка только о том что я видела когда я шла к тебе меня обогнал садник на белом коне сам белый и в белой одежде кто он такой это день мой ясный отвечала баба яга потом обогнал меня другой всадник на красном коне сам красный и весь в красном одет это кто такой это мое солнышко красное отвечала баба яга что значит черный всадник который обогнал меня у самых твоих ворот бабушка это ночь моя темная все мои слуги верные Василиса вспомнила о трех парах рук и молчала что ж ты еще не спрашиваешь молвила баба яга будет с меня и этого сама ж ты бабушка сказала что много узнаешь состареешься хорошо сказала баба яга хорошо сказала баба яга что ты спрашиваешь только о том что видала за двором а не во дворе я не люблю чтоб у меня ссоры из избы выносили и слишком любопытных ем теперь я тебя спрошу как успеваешь ты исполнить работу которую я задаю тебе мне помогает благословение моей матери отвечала Василиса так вот что убирайся же ты от меня благословенная дочка не нужно мне благословенных вытащила она Василису из горницы и вытолкала за дверь сняла с забора один череп с горящими глазами и наткнув ее на палку отдала ей сказала вот тебе огонь для мачехиных дочек возьми его они ведь за этим тебя сюда и прислали бегом пустилась Василиса при свете черепа который погас только с наступлением утра и наконец к вечеру другого дня добралась до своего дома подходя к воротам она хотела было бросить череп верно дома думает себе уж больше в огне не нуждаются но вдруг послышался глухой голос из черепа не бросай меня неси к мачехе она взглянула на дом мачехи и не видев ни в одном огне огонька решилась идти туда с черепом впервые встретили ее ласково и рассказали что с той поры как она ушла у них не было в доме огня сами высечь никак не могли а который огонь приносили от соседей тот погасал как только входили с ним в горницу а вось твой огонь будет держаться сказала мачеха внесли череп в горницу а глаза из черепа так и глядят на мачеху ее дочерей так и жгут те было прятаться но куда не броситься глаза всюду за ними так и следят к утру совсем сожгло их в уголь одной Василиса не тронула поутру Василиса зарыла череп в землю заперла дом на замок пошла в город и попросилась на житье к одной безродной старушке живет себе и поджидает отца вот как то говорит она старушке скучно мне сидеть без дела бабушка сходи купи мне льну самого лучшего я хоть прясть буду старушка купила льну хорошего Василиса села за дело работа так и горит у нее и пряжа выходит ровная да тонкая как волосок набралось пряжи много пора бы из-за тканей приниматься до таких берд не найдут чтобы годились на Василисовну пряжу никто не берется и сделать то Василиса стала просить свою куколку та и говорит принеси-ка мне какое-нибудь старое бердо да старый челнок да лошадины гривы я все тебе смастерю Василиса добыла все что надо и легла спать а кукла за ночь приготовила славный стан к концу зимы и полотно выткано да такое тонкое что сквозь иглу вместо нитки продеть можно весною полотно выбелили и Василиса говорит старухе продай бабушка это полотно а деньги возьми себе старуха взглянула на товар и ахнула нет дитятка такого полотна кроме царя носить некому понесу во дворец пошла старуха к царским палатам да все мимо окон похаживает царь увидел и спросил что тебе старушка надобно ваше царское величество отвечает старуха я принесла диковинный товар никому окромя тебя показать не хочу царь приказал впустить к себе старуху и как увидел полотно вздевался что хочешь за него спросил царь ему цены нет царь батюшка я тебе в дар его принесла поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками стали царю из того полотна сорочки шить скроили да нигде не могли найти швей которая взялась бы их работ долго искали наконец царь позвал старуху и сказал умела ты напряйся и соткать такое полотно умея из него и сорочки шить не я государь прилави соткала полотно сказала старуха это работа приемыши моего девушки ну так пусть и сошьет она воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе я знала говорит ей Василиса что эта работа моих рук не минует заперлась свою горницу принялась за работу шила она не покладывающий рук и скоро дюжина сорочек была готова старуха понесла к царю сорочки а Василиса умылась причесалась оделась и села под окном сидит на двор к старухе идет царский слуга вошел в горницу и говорит царь государь хочет видеть искусницу что работала ему сорочки и наградить ее из своих царских рук пошла Василиса и явилась при дочи царские как увидел царь Василису прекрасную так и влюбился в нее без памяти нет говорит он красавица не расстанусь я с тобой ты будешь моей женой тот взял царь Василису за белые руки посадил ее подле себя а там и свадебку сыграли скоро выродился и отец Василисы порадовался об ее судьбе я остался жить при дочери старушку Василиса взяла к себе а куколку по конец жизни своей всегда носила в кармане ну что кто не заснул вот такая у нас сказка можете мне ничего сейчас не писать да давайте я немножко с вами об этом поговорим у эстас сказка заканчивается гибелью матери мачехи вернее и сестер вот значит здесь у нас сказка продолжается да традиционным традиционным образом когда девица вознаграждена царским вниманием да и становится царицей становится царицей становится царицей я не заснулся ждала когда страшно будет да сейчас будет страшно мы с вами сейчас пойдем в то будем ее потихонечку разбирать потому что та самая Клариса Пинколоэстас конечно же пишет про то что это сказка это сказка про женскую интуицию которая выводит женщину да из любого тупика из любого тупика эти страшилки нам привычные мы их детства знаем да нам с вами сегодня нужно было чтобы у нас была сказка 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 да поэтому здесь я не хотела брать никакие городские байки ничего такого нам нужна была прямо сказка вы знаете мне моя прабабушка рассказывала сказки на ночь на ушко мы с ней спали вместе и я никогда не забуду вот она рассказывала таким напевным голосом спи глазок спи другой вот такие про крошечку хорошечку и соответственно мне кажется что сказка она должна быть про заповедный лес да который хорошо очень рисовал и про всякие такие знакомые нам закоулки а дети боятся в тот момент когда герой сказки отправляется в лес да и билибин конечно это же вообще просто гениальные рисунки совершенно с детства всем знакомые вот нам эта сказка нужна с вами только для такого вечера да когда у нас выходной когда праздники когда можно просто лежать под одеялом но мы из нее сейчас попробуем еще извлечь всяческую психологическую пользу всяческую психологическую пользу уснула да лена это у вас наверное котик пишет ничего страшного вы можете знаете вы можете и дальше спать потому что у нас с вами сегодняшняя работа она не подразумевает активного участия я вам тут просто набормочу да и ладно вот как раз про интуицию да думаю шлен поняли что коты коты да коты тоже хотят рассказывать или слушать сказки итак эта сказка про то что же нам подсказывает верную дорогу это как раз про то о чем мы говорим что я чувствовала что надо вот так но не послушалась и как раз мы здесь можем видеть да я здесь могу сказать что я буду просто рассказывать и то что я думала сама и то что писала эстас да и может быть это будет что-то полезно интересно как раз Клариса Пинколо эстас как автор этой книги как автор книги про женщин в сказках она пишет о том что наверное одна из самых ценных вещей которую нам могут передать женщины нашего рода это доверие своей интуиции и именно это доверие передается от матери к дочери когда мать говорит да стареющая мать говорит своей молодой дочери глазки то у тебя острые посмотри-ка что там на самом то деле что тебе видно но я могу сказать что наши с вами реальные мамы они может быть и сами не верили своей интуиции и порой нам с вами приходится как в чаще дремучего леса пробираться вот даже без вот этой куколки без компаса и без карты по такому лесу нашей жизни и мне кажется что эта сказка она может помочь нам вспомнить да мысленно сжать в кармане рукой вот такую маленькую куколку вот такую маленькую куколку да может быть даже потом ее купить себе какую-нибудь тряпочную куколку и с ней ходить и интуиция несмотря на то что ритм нашей жизни и вся наша жизнь и те проблемы которые перед нами встают могут ее заглушить нашу интуицию и только годам к 45 к 50 даже позже мы научаемся безоговорочно себе верить потому что много раз уже обманывались не веря себе да тем не менее порой нам кажется что эта интуиция она куда-то делась всем нам знакомы такие этапы в жизни когда не знаешь куда идти вот но юнг говорил что в душе никогда ничего не пропадает даже если оно не востребовано даже если нашей интуиции мы не верим она не теряется а просто спит и если мы в себе начнем пробуждать это знание то все скрывшиеся все эти силы можно в себе обнаружить можно в себе обнаружить мы с вами сейчас как и в книжке эстас пойдем по интереснейшим совершенно девяти задачам этой сказки девяти задачам этой сказки а потом еще я думаю что нырнем в ее хвост да в русский хвост где про царя где про белый лен где про рубашки и туда тоже посмотрим и первая задача этой сказки слишком добрая мать должна умереть вот это интереснейшая совершенно задача знаете когда я веду группу про маму там обычно есть те участники которые говорят что не на что жаловаться ну зачем то они здесь это как раз про слишком добрых про очень опекающих матерей которые не дают своим дочерям или своим сыновьям научиться жизни научиться жизни да потому что слишком добрая мать негодный проводник потому что любой хороший проводник должен быть готов к опасности к интриге к трудностям и к обману вот слишком добрая мать она как наседка оберегает нас от этого и только после смерти после символической смерти слишком доброй матери рождается женщина рождается женщина которая умеет быть бдительной к себе и для себя знаете чаще всего это похоже на то как наши прежние защиты которые держали нас в безопасности наберегли от всяких неприятностей начинают нам мешать расти это как скорлупа для цыпленка который его до поры до времени оберегает но если она будет оставаться слишком крепкий если он ее не проклюнет клювом то она будет мешать ему расти и он может погибнуть вот это вот история про то что слишком добрая мать должна умереть история конечно символическая потому что от слишком добрых матерей от слишком хороших матерей очень тяжело сепарироваться потому что сепарация всегда сопровождается огромным чувством вины то есть она же для нас все а мы вот куда то уходим но и внутри каждый из нас каждого из нас да есть тоже такая слишком добрая мать которая не дает понюхать жизнь вот в том числе в том числе да эта история про то что когда что-то в нашей жизни устаревает ему важно дать умереть прежние может быть ценности может быть какие-то прежние убеждения вот соответственно человек который учится гибкости быть гибким и быть взрослым да он может отказаться от этих ценностей коты ходят по дубу и по цепи вот и я выписала одну фразу которая годится я выписала из бегущей с волками фразу которая годится для иллюстрации этого иногда очень важно нырнуть и вынырнуть не зная что будет дальше если женщина остается слишком милой это бывает убийственно вот здесь мы с вами можем обратиться к каким-то реальным установкам которые нам даны были в нашей жизни например что все новое опасно людям нельзя доверять и так далее или не высовывайся вот но именно вот это сверхопека да сверх такая наседка внутри нас она не дает нам идти в том числе и идти туда да где дремучий лес идти за огнем а дальше следующая задача этой сказки понять что даже если становишься служанкой если пытаешься быть кроткой да да если пытаешься быть милой услужливой и так далее а если пытаешься быть слишком доброй жизнь все равно не будет осыпать тебя розами вот это как раз тот самый момент когда в сказке у Василисы когда после смерти ее матери да которая ее берегла и дала ей куколку Василиса остается начинает жить с мачехой посмотрите тут как интересно да у нее от слишком доброй матери осталась эта куколка которая будет подсказывать и доверие к этой куколке это к тому что то тепло которое дает нам именно фигура доброй матери навсегда может нас подпитывать да навсегда может остаться с нами но добрая мать сказки учит Василису быть послушной да быть любимой и не учит больше ничему всему остальному да Василису учится сама придерживая руками куколку и дальше да мы идем в сюжет где Василиса живет с чуждыми и чужими ей людьми и вот здесь вот как раз можно посмотреть вот на что во всех сказках да в том числе и в золушке и во всех во всех прочих сказках где девочка остается сироткой появляется другая женщина мачеха та самая черная мать да вот оборотная сторона злая такая предтеча злой колдуньи которая не любит которая завистлива которая ревнива и которая может использовать тебя в своих целях в бегущей с волками в этой книге указано что на этом этапе в этой задаче очень важен тот конфликт между тем кем тебя учат быть и тем кто ты на самом деле ну и я еще конечно от себя добавлю что невозможно узнать кто ты на самом деле без путешествия да во всех сказках есть путешествие у нас это путешествие в опасное место и выдержать это напряжение между тем кем тебя хотят видеть между тем кем тебя учили быть и тем какой ты на самом деле какая ты на самом деле вот здесь наша душа крепнет наша душа крепнет сюда я выписала фразу наилучшие отношения с наихудшими частями своей личности мы когда у нас был вебинар черная луна мы как раз говорили о том что знать о себе и о своих теневых сторонах личности то что мы можем быть завистливыми то что мы можем быть надменными то что мы можем быть ревнивыми плохими да а или злыми очень важно только тогда это можно регулировать только тогда это можно придерживать и за этим присматривать но еще здесь наверное очень виден такой мотив травли да мотив того как ты где-то становишься чужим как ты где-то становишься изгоем и в сказках роль изгоя обычно достается тому у кого наиболее глубокая связь со своим внутренним знанием со своей интуицией здесь Василису преследует хор упреков о том что она посредственность о том что брось пока не поздно о том что у тебя ничего не получится да и как бы она ни старалась она не может завоевать расположение своих родственников ошибка этого этапа в том что ты выбираешь быть слишком кроткой вместо того чтобы быть знающий потому что быть собой это значит стать чужой для других знаете вот это часто случается когда мы чему-то учимся и меняемся и тогда окружение наше которое может быть меняется не с той же скоростью или не меняется вообще начинает воспринимать нас как неудобных мы как будто бы перестаем быть удобными перестаем быть милыми перестаем быть прежними и вот это напряжение очень важно выдержать это напряжение очень важно выдержать это знаете сжимать в кармане куколку помнить что она рядышком помнить что она у тебя третья задача это ориентироваться в темноте это ориентироваться в темноте что это значит в темноте не выживают слабые и невидящие и как раз клариса пинкола эстас пишет о том что на этом этапе нужно окончательно позволить слабый ничего не не ведающие девушки умереть еще больше не в этой сказке но где-то в этой книге я читала когда-то то что меня очень поразило она говорит о том что важно быть невинной ты можешь будучи взрослой быть невинной но очень важно не оставаться наивной она разделяет эти два понятия можно быть целомудренной но важно не быть наивной потому что вся эта сказка о том чтобы открыть глаза и смотреть на то что пугает вот вынести вид того что пугает на что нас может пугать нас может пугать то какие мы сами вдруг про себя поняли нас может пугать что-то что есть в наших отношениях с кем-то близким нас может пугать какое-то разочарование может быть в себе да или в своих неоправдавшихся надеждах вот умение вынести это умение устоять когда тебе страшно да все равно видеть это очень важно это и значит не оставаться наивной при этом ты можешь оставаться целомудренной и невинной наверное не в физиологическом смысле слова а в том смысле да чтобы не пускать свою душу пошлое чуждое то что конфликтует с твоими ценностями то что делает тебя таким предателем самого себя да вот соответственно для меня например некая душевная целомудренность некая душевная невинность это предпочтение того чтобы обманывали тебя а не обманывать самой наверное вот здесь да вот это условная история быть наивной это значит думать что мачеха и сестры относятся к тебе хорошо хорошо тогда когда они относятся к тебе плохо и желают тебе гибели или думать о том что в лесу не страшно да и он полон добрых чудес вместо опасных чудовищ да или может испугать неменяющиеся окружения и вот это вот как раз самое главное да что может мать передать дочки и мы сейчас говорим не о ваших конкретных матерях да мы говорим о том как вообще женщины в роду могли себя вести это как раз та самая фраза глазки то у тебя острые посмотри что за этим кроется посмотри что за этим кроется посмотрите да у нас сказки Василиса никого не пыталась изменить она ни с кем не конфликтовала она просто была осторожной да и куколка ей подсказано слушалась куколку а вы знаете здесь я для вас выписала фразу что если мы слушаем свою интуицию то она делает выбор который причиняет душе наименьшее разрушение то есть иногда это не оптимальный выбор иногда у нас и вовсе как будто нет выбора и иногда это не выбор счастья а выбор между двух зол вот но вот это вот путь наименьшего разрушения он здесь путь наибольшего питания он дальше пока про него нет даже речи вот здесь да очень важно то о чем пишет эстас на этом этапе решается вот какая задача и обретается вот какой навык изменение изменение подхода с будь что будет помните да нырнуть и вынырнуть неизвестно куда на подход дай-ка я посмотрю что все это значит дай-ка я посмотрю что все это значит и здесь да еще одна задача кормить куколку кормить свою интуицию интуицию кормят тем что ее слушаются василиса слушает куколку на каждом повороте и этим ее кормят именно эта магия доверяя своей куколке доверяя своей интуиции и может передаваться от женщины к женщине от матери к дочери именно женщины разрешают другим женщинам более молодым младшим слушать себя куколка в сказке это символ интуиции нет добрая мать у нас умерла добрая мать у нас была родная мать девочки вот архетип матери всегда состоит из матери и мачехи да из белой матери и черной матери из вот великая мать она всегда двулична да в буквальном смысле слова она может повернуться так и эдакой эта сказка переполнена женскими символами да женскими архетипами давайте мы с вами вот о чем я хотела вас спросить да была ли в вашей жизни женщина обычно это старшая женщина это такая геката которая уже старуха она может быть не в прямом смысле старуха да но она стара своим знанием что будет это такая богиня перекрестков она знает куда ведут дороги была ли в вашей жизни такая женщина которая пестовала воспитывала в вас доверие самой себе повстречалась ли вам уже такая женщина которая учила вас слушать самое себя мне кажется это очень важно обычно в жизни каждой женщины встречается да кто то кто это может быть даже женщина которая у вас не старше а младше по биологическому возрасту да ну вот 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 это вот история про то что глазки то у тебя острые доченька посмотри-ка что за этим кроется вот вы можете это себе взять вы можете это себе взять и можете да начать опознавать таких женщин которые говорят глазки то у тебя острые ты же сама все видишь знаете на самом деле это очень нелегкий путь нелегкий выбор потому что часто очень когда мы разрешаем себе увидеть что-то страшное мы дальше не знаем что с этим делать давайте пойдем дальше давайте пойдем дальше в эту сказку да давайте пойдем дальше в эту сказку я думаю что вы сейчас научитесь таких женщин видеть определять они скажу вам большой-большой секрет они могут прийти к вам во сне женщинам особенно в переломные моменты их жизни очень часто снятся старшие женщины очень часто снятся старшие женщины мне вот впрямую снятся три ведьма их всегда три я даже даже вот нету там никаких сомнений еще раз повторюсь да у нас с вами товарищи юнг отвечает за статистику он себе собрал по моему около четырехсот тысяч сновидений да и в этих сновидениях образы у всех были одинаковые нам снятся одинаковые сны всем всем людям снятся одинаковые сны да с одинаковыми сюжетами с какими-то своими деталями да ну вот такие вот сны интересно вот вам такие женщины могут присниться и как раз такие женщины они приходят как проводники а для того чтобы принести вам вашу метлу для того чтобы провести вас через темный лес для того чтобы они как правило суровые они не очень в общем-то такие не добрые матери да они скорее дальше четвертая задача встретиться лицом к лицу с бабой ягой вот вот в том числе и с этой женщиной в том числе и с этой женщиной да потому что это как раз архетип великой колдуньи которая много знает но не все скажет и ты должен заслужить что-то да чтобы она тебе это сказал давайте посмотрим как это делает Василиса что здесь пишет эстас встретиться лицом к лицу с бабой ягой это значит позволить себе стать немного странной в хорошем смысле этого слова это такая старая дикая мать кто еще не знает бегущая с волками это книга про дикую женщину в самом хорошем смысле слова это про женщину которая слышит свою природу это не значит что она бегает голая по полям это значит что она не предает себя а это трудно между прочим в прошлой сказке мы говорили о том как легко нас бывает купить вот обратите пожалуйста внимание интуицию сыновьям я не знаю Ирина я не могу сейчас отвечать на какие-то конкретные вопросы это мне кажется что давайте просто дальше сыновья конечно наследуют по отцовской линии в основном да и в нашей стране практически нечего наследовать что является предметом отдельного разговора мы сейчас про бабу Ягу про бабу Ягу и вот здесь да мы говорим вот о чем баба Яга дает Василисе сложные задания да сложные задания и когда Василиса их выполняет баба Яга открывает рот чтобы ее обругать но останавливается не за что ругать посмотрите да в отличие от мачехи которая говорит у вас у каждой внутри есть такая мачеха которая говорит брось это ты с этим не справишься ты ужасная посредственность тебе нечего здесь делать и так далее баба Яга видит что сделано она справедлива а еще в ней есть вот какое качество с ней не скучно в самом глубоком смысле слова в опасном смысле слова она противоположна обычной нормальной размеренной жизни я бы наверное сказала бы что здесь мы можем рассматривать встречу с бабой как встречу с собственным вдохновением которое во многих случаях ужасно похоже на сумасшествие знаете когда мы там ночью не спим что-нибудь делаем потому что мы что-то придумали мне кажется вот это вот очень-очень важно и дальше да здесь я для вас выписала цитату что дикая творческая энергия это сотни сундуков потаенной женственности и эта энергия абсолютно противоположна кротости помните в прошлой сказке мы говорили о том что чистенькая милая и накрахмаленная не может играть чистенькая и милая и накрахмаленная не может играть да вот это вот история когда мы пытаемся быть слишком милыми или такими же как все вот здесь вот этому тоже очень сложно противостоять особенно когда нас одолевают идеи и нам нас некому в этом поддержать и дальше дальше мы видим что Василиса зайдя и попав в дом Бабы Яги еще конечно Эстас обращает внимание на то что избушка на курьих ножках это пляшущий дом это дом который мобилен это дом который поворачивается туда и сюда который разрушает собственную саму идею недвижимости там он движимый он двигается поворачивается да он неспокойный и дальше Василиса да заходя в и попав к Бабы Ягинохозяйство что она начинает делать она начинает выполнять ее задания и вот здесь да я могу сказать что так же как и в жизни каждой женщины да эти задания звучат очень просто мыть перебирать да в избушке пахнет да чем-то там наверное пахнет я просто много сказок читала потому что у меня все жители избушки в сказках они населены то котами то воронами перемешались да там может пахнуть тем что печется в печи там может пахнуть гнилым зерном там может пахнуть плесенью болотом и так далее да вот здесь да вот эта вот история про то что давайте посмотрим да как что мы в этом плане можем делать для себя делать что-то руками вот чем я дольше живу тем больше убеждаюсь что чистота вокруг хотя бы на том месте где мы работаем это очень важная история потому что подметать то что делает Василиса в сказке да значит иметь ясную голову чистое место для работы и работу которая давала бы осуществить свои замыслы в том числе держать в порядке свои необычные идеи да может быть идеи которые трудно воплотить я бы сказала да что сюда еще относится вообще прикосновение к жизни вот когда мы работаем с темой отношений вот когда к психологу приходят за этой темой то первые отношения которые в этом плане устанавливаются у человека это конечно с психологом но если дальше не идти если дальше не идти то ты навсегда останешься человеком который понимает как их строить и боится ошибаться и не идет их строить поэтому вот эта вот история когда Василиса прикасается руками к чему-то несовершенному к чему-то что нужно отделить да выбрать почистить помыть это же история я сейчас скажу может быть необычную вещь когда мы в сексе хотим быть красивыми это нормальное закономерное явление но когда женщина занимается сексом а сама думает о том как она выглядит да вот как раз это мешает нам прикасаться к процессу поэтому здесь мы можем говорить о том что вот животное умение отдаваться какому-то процессу это очень хороший навык в том числе и для того чтобы развивать свою интуицию да развивать какую-то свою внутреннюю карту свою какую-то честность вот дальше да шестая задача которую описывает эстас это отделять одно от другого похожее от одинаково выносить тонкие суждения да не грести все под одну гребенку и здесь я с большим удовольствием увидела строчки что очень важно да еще раз работать руками и работать с садом с реальным садом или с тем садом который внутри вы знаете я достаточно много работал с этим образом в такой символ драматической техники есть образ когда в основном женщины с ним работают когда у женщины нет своего места в ее семье когда она слишком милая слишком кроткая да то дать ей задачу представить как она выращивает свой сад как она может и имеет право никого не пускать бывает очень полезно бывает очень полезно да все что может случиться с садом может случиться и с нашей душой что-то увязь что-то пропасть что-то расцвести буйным цветом что-то страдать от засухи да что-то быть перелита слишком сильно и вот эти циклы когда мы можем наблюдать и это всегда делает на этом акцент если вот кто читал эту книгу это цикл рождение смерть что-то умирает и его надо пусть отпустить да а что-то возрождается и это нужно опознать и этим циклом хорошо бы следовать а не сопротивляться потому что когда мы держимся за какие-то прежние ценности которые уже для нас не актуальны мы мешаем развиваться это не значит что мы должны предавать да но мы мы можем иногда делать ревизию где мы сейчас и какие мы вот то что делает Василиса это она перебирает моет отделяет одно от другого и прикасается ко всему руками не боится запачкаться еще одна задача это спрашивать о тайном помните в сказке Василиса спрашивала о тайном бабу-ягу когда она говорила о том а кто такой всадит на белом коне на красном коне на черном коне вот это вот умение спрашивать саму себя знаете есть хороший вопрос вот как раз мы с вами говорили в прошлый раз на сказке красные башмачки как отделить шанс от ловушки да и как раз вот вопрос о чем я сама себе не говорю о чем я сама себе не говорю вот этот вопрос он здорово может остановить нас от ошибок во многих очень многих смыслах или помочь что-то по-другому перестроить мне кажется что этот вопрос помогает да это как раз вопрос о тайнах что я сама от себя утаиваю дальше то что пишет эстаса у нее в сказке это есть а в инфанасиевой сказки нету это встать на четвереньки это когда баба яга прогнала Василису когда Василиса говорит про благословение матери и баба яга выпинывает ее и вот это побежать как попало это очень важно значит смотрите здесь у нас в сказке кроткая все еще кроткая Василиса и совершенно дикая и сильная и справедливая баба яга и здесь можно сказать что кроткая может и тянется как правило к дикому а вот дикому не нужно кроткое это не может слишком долго быть по соседству это мешает и если мы усваиваем умение бежать на четвереньках условно говоря когда нам страшно да исчезать как попало некрасиво некрасиво отползать некрасиво сбегать вообще делать то что делается да куда ноги несут вот здесь мы научаемся отвечать на колкости огрызаться в ответ на хамство да как-то стоять за себя вот носить ноги в том числе да тоже сюда входит вовремя носить ноги и нужно сказать что здесь наверное можно говорить о том что куколка всегда с Василисой это явно не одноразовое средство да но она с ней и туда и на обратной дороге с ней и всегда с ней вот и девятая задача последняя задача которая описывает на этом у нее сказка кончается а у нас да в нашем варианте она еще есть использовать свет а свет как правило беспощаден да но это та же самая история что и мне кажется очень важно да спрашивать о тайнам и выдерживать выдерживать встречу с бабой льгой выдерживать многое вот поэтому а дальше да посмотрите дальше вот вот в варианте Афанасьева значит Василиса она у нее куда-то девается отец он куда-то уезжает и она выбирает себе такую симметричную фигуру бабы-яги такую чистенькую старушку да которая ее защищает называет своим приемышем ну и как-то вообще оберегает да молодым девушкам нельзя было жить одни это было очень неприлично и невозможно вот и поэтому Василиса подселяется да к такому аналогу бабы-яги дальше Василиса тет белый лен и дальше на ней женится царь значит смотрите здесь вот какая интересная штука это уже без эстас это я уже сама могу предположить да что что мы здесь видим мы видим что она пройдя все эти испытания теперь может сама выбирать и не выбирать тоже и она не действует в лоб напрямую да она выбирает она может позволить себе выбирать хорошую хорошую нитку она может позволить себе выбирать пяльца которые там зовут бёрд которые подходят которые которых достойно ее полотно и вот мне кажется вот в этой светлой части сказки где ей уже не нужно бродить по лесам с горящим черепом с этими головешками мы видим что она выбирает я бы так сказала дорогое качественное это не про деньги история это история про то что она не ощущает себя замарашкой и возможно никогда не ощущала понимаете потому что опять же та ее родная мать так ее любила что навсегда научила ее чувство собственного достоинства и когда у нее все эти испытания кончились она могла жить так как и может быть хотела так же как и так как ей было положено жить жить с чувством собственного достоинства выбирать лучшее выбирать необычное а более того посмотрите если в первой части сказки в этой темной там где дремучий лес она не может ни от чего отказаться да то здесь она может отказаться здесь она говорит о том что это ей не подходит ей нужно что-то другое ей нужно другой стан вот этот вот да я думаю что это что-то типа ткацкого станка вот и что это должно быть необычным это должно быть необычным ну и там дальше значит царь который на ней женится и вообще вся символика значит выбора да то как он ее узнал то как она себя условно говоря ему презентовала да если говорить современным языком это история про то что василиса конечно же не только прекрасная но и премудрая и ее куколка всегда с ней знаете если подытоживать если подытоживать то я бы наверное сказала вслед за эстас слово честность я бы я с ней в этом согласна она пишет как раз о том что интуиция это честность по отношению к самому себе эта честность она не всегда слышна эта честность не всегда выполнима знаете когда нам приходится иногда да идти на какие-то гадкие компромиссы мне кажется что очень важно себе об этом сказать сказать что я сейчас не могу по-другому я сейчас могу только так и вот это вот честность конечно же воспитывает в нас другую осанку другую посадку головы другое дыхание другой взгляд и другие отношения с людьми со своей жизнью вот как важно и как сложно строить отношения со своей интуицией наверное вот эта вот сказка самое главное про это да про выдержать страшное выдержать неприятное посмотреть в лицо чему-то пуститься в какое-то путешествие вернуться из путешествия и дальше да прожить еще одну жизнь и дальше прожить еще одну жизнь да совсем другую жизнь в которой теперь у тебя есть выбор теперь ты уже не подпускаешь к себе кого-то держишься подальше от чего-то и так далее хорошо спасибо вам большое мы с вами подходим к концу да мы с вами вот это вот значит ты не в сказке живешь золушка это про нас вот но тем не менее сказка ложда в ней намек добрым молодцам и девицам урок вот история про то как как сжимать в кармане куколку условную да как прикасаться к этому как прикасаться к той части своей души которая во-первых знает ответы на вопрос во-вторых эта часть за тебя она тебя поддерживает она вот как раз люди с хорошо развитой интуиции им как раз оценщики внешне не нужны потому что они сами себе самые строгие судьи да и самая большая поддержка вот поэтому я очень рада я надеюсь что сейчас у вас будет остаток маленький уже даже не вечера а ночи вот и сказка не простая сказка такая большая сказка про путешествия про путешествия для меня это самая любимая тема наверное вообще в жизни да идти сквозь лес я очень люблю лес и когда я была маленькая все время пыталась увидеть мелькнувший огонек избушки бабы-яги когда я ехала мимо в лесу Оль конечно ну не страшно я надеюсь вас достаточно напугала напугала ее задача напугать хорошо и у нас с вами следующая и последняя сказка третья сказка да в сказках у нас все по три седьмого во вторник в девять вечера другая сказка будет другая сказка будет совсем это интуиция про доверие да и про честность и про много-много чего передам Ирина да вот бегущую с волками можно читать можно не читать можно просто почитать сказки знаете я сегодня просто когда читала сказки я столько сказок перечитала так по ним соскучилась вот осталось самое легкое научиться всегда слышать себя я бы убрала слово всегда как можно чаще я бы сюда поставила да не глобализируйте задачу очень сложная задача ну что расходимся под одеяло по домам кто-то мне сегодня вот там присылал фотографию камина у кого-то нибудь есть печка вот так что отправляйтесь пожалуйста спать под одеялко у кого конечно ночь и мы с вами увидимся 7 мая будет совсем другая сказка да вот и я надеюсь что вам все понравится спокойной ночи спокойной ночи до свидания до свидания и ic